Здравствуйте, друзья мои! Я рада приветствовать вас на нашем с вами любимом рукодельном YouTube канале Рукоделие ТВ. И сегодня в рамках влога поговорим, мы с вами поговорим о бисере, а именно о металликах. Какие они бывают, я вам покажу, какие они есть у меня и расскажу вам свое честное мнение по поводу тех металликов, которые я встречала как в чешской, так и в японской палитре. Сразу скажу, что я нашла для себя металлики, которые не облазят, но их на самом деле не так, чтобы много и в чешской палитре таких металликов нет. Давайте приступим к детальному обзору. Итак, что касается чешских металликов. В чешских металликах считается, что если серия идет от 0 и 3 цифра чем выше, тем больше стойкость покрытия и он не стирается. Но сразу оговорка, среди чешской палитры металликов стойких нет. Тут очень разнятся мнения, некоторые владельцы интернет-магазинов мне доказывали, что нет, все-таки они не облазят, что они прям стойкие-стойкие. Но на самом деле могу показать вам факт. Вот смотрите, вот эту птичку мы с вами делали где-то недели 3 там, правда. И тут я использовала золотой чешский металлик. Видите, что с ним случилось на протяжении двух недель. Эту птичку я носила на сумочке. Все мы девочки и все мы прекрасно понимаем, что если ты носишь что-то на сумочке, то оно не сильно прям убивается. Не знаю, как подобрать другое слово. Вот и оно такое достаточно, ну сумочка это не тот аксессуар, который прям там плотно ложится на кожу, у которого есть какие-то там соприкосновения там с духами, либо с чем-то еще, чтобы говорить, что был какой-то фактор, который на это повлиял. Нет, птичка себе просто болталась. И вот результат того, что произошло с чешским металликом. Это золотой металлик. Кроме золотого, я сейчас просто его не выложила, не знаю, где он у меня. А кроме этого золотого металлика, у меня есть еще вот такой вот бронзовый металлик, который я еще нигде не использовала. Но мне честно просто жалко работу и жалко того, что я потрачу свое время, используя этот бисер, а он потом облезет и мне будет, ну и что с этой работой потом делать. Вот этот серебряный цвет металлика, я его использовала. И, к сожалению, у меня не сохранился этот браслетик, я его, по-моему, выбросила. В каком-то одном из сторис в инстаграме я вам показывала, что с ним произошло. Ну, в общем, он тоже облез. То есть, среди чешских металликов, да, конечно, вот эти металлики, они немного стойче. Потому как вот эти вот металлики, да, которые есть прям в сумасшедшиих красивых цветах, они прям разные-разные, красивые-красивые. Они обладят еще в процессе работы. Вот эти вот, они не облазят в процессе работы. Поэтому тут есть такая себе обманка, что вроде бы в процессе работы все хорошо, а потом, когда вот начинается реальное использование работы, то имеем то, что имеем, и он теряет свой цвет и облазит. В защиту чешского металлика могу сказать только одно. То, что он, опять же повторюсь, не облазит в процессе работы, поэтому для вышивки, для вышивки картин каких-то он, в принципе, подойдет. Там, где вы должны только вот сделать работу и положить ее, я думаю, в таких работах вот этот металлик будет смотреться хорошо, да. Те работы, которые предполагают то, что вы будете эту работу носить, тут, к сожалению, я вам этот бисер рекомендовать не могу. Да, конечно, он значительно дешевле, чем Тоха, чем вот эти вот все японские производители бисера с стойким покрытием, да. Но тут просто вопрос в том, что вы делаете работу, которую вы потом по итогу выбросите. И у меня вот эта вот птичка, она обрезала, как видите, не только на хвостике, вот тут вот тоже пообрезала. Ну, в общем, видите, что произошло с моей птичкой. Конечно, работы жалко, но что ж поделаешь. Вот как-то так. А вот эти вот все разноцветные металлики, вообще их критически, категорически не рекомендую, потому как они облазят еще в процессе самой работы. То есть это вообще тот бисер, который прям, я не понимаю, зачем его производят, да. Потому как, ну, очень жалко работу, действительно жалко, когда ты делаешь, когда ты рассчитываешь на то, что это будет хорошо, а оно получается такая вот полная ерунда. Цвета тут просто потрясающие, есть невероятные. У меня была вся линейка розово-фиолетовых цветов. Они просто, вот ты на них смотришь и глаза не можешь оторвать. Вот в пакетике они просто божественные. Но есть то, что есть. Что касается стойких металликов, сейчас вам покажу. Конечно же, я их нашла в японском бисере, в японском бисере Тоха. Что касается золотого и серебряного, это самые распространенные металлики, то обращаю ваше внимание. Когда вы покупаете бисер со стойким покрытием, что значит стойкое покрытие? Стойкое покрытие это вот эти вот две буквы ПФ. Если есть две эти буквы ПФ, значит покрытие стойкое и оно практически не облазит. Если этих букв нет, а есть просто вот обозначение номера, то скорее всего этот бисер, даже несмотря на то, что он японский, даже несмотря на то, что он достаточно дорогой, он все равно облезет. Сейчас вам покажу даже на примере. Я делала вот такую вот штучку тут. У меня бусинка вставлялась внутрь. И я ее делала для себя. Сейчас сфокусирую камеру. Сфокусировала и увеличила. И сейчас вы можете видеть, это японский бисер. Тоже 557-й, без ПФ. И как вы можете видеть, он вот тут вот и стерся. И тут, и вот тут. К сожалению, пришлось эту работу распустить и эту бусинку убрать отсюда. Вот тут вот видите, он все равно стирается. Поэтому не нужно питать иллюзией в том, что любой японский бисер всегда качественный, а любой чешский может вас где-то подвезти. Нет, это вовсе не так. Есть и среди японской линейки, не особо качественные. Даже те, которые металлики есть. И те, которые хороши. С того бисера, который в японской линейке хорош. Это, к примеру, вот эти. Сейчас я вам уже их показывала. И что я могу сказать в защиту еще вот этого. Это пятнашка. Кстати, вот этот вот ПФ, он есть. И, в принципе, палитра золотая и серебряная. Она есть во всех размерах. То есть вы можете подобрать то, что будет действительно вам нравиться. И то, что вам... Ну, то есть тот бисер, который именно для вас, металлик, подойдет для вашей работы. Я сейчас вам покажу в защиту вот этого бисера вот свою шапочку на кулончике, который, на стварчике, который мы с вами делали где-то полгода назад, наверное. И, может, даже еще больше. И вот этот сатуальчик я очень активно ношу. Прям, ну, как бы, как минимум раза три в неделю я его одеваю. И, как можете видеть, цвет бисера сохранился. Нигде ничего не потерто. Нигде ничего не изношено. Он как будто, вот, как будто я его только сделала. И вот он так же красиво смотрится и далее. Еще с металликов. Какие они бывают. Какие стойкие и какие мне нравятся. Смотрите. Мне, к примеру, ну, это тот бисер, который я покупала для работы над брошками. Мне нравятся вот такие вот оттенки. Еще есть синий, но его у меня, к сожалению, нет. Но этот бисер очень стойкий, он классно смотрится, он дополняет, он не дешевит образ. Поэтому вот этот бисер я могу вам рекомендовать. Это 570, 562 и 553. Дальше вы можете, вот этот я покупала в Мелодия бисера. Ссылку я оставлю на магазин. Вы можете зайти и посмотреть. Там есть огромная палитра вот этих вот металлизированных цветов. Ну, вот я для себя выбрала вот такие. Так, еще что. Смотрите. Вот этот золотой цвет. Но, несмотря на то, что он золотой, качественный, японский, вот этот бисер, это как раз и есть тот, который я вам вот тут показывала, да. Который, к сожалению, вот теряет свой цвет. Поэтому он классный. Если вы его используете где-то в вышивке брошки, он тоже будет достаточно неплох. Но, имейте в виду, если вы используете его в работах, которые предполагают какое-то ежедневное ношение, да, либо же просто ношение, что человек будет активно пользоваться тем украшением, которое вы сделали, он, к сожалению, потом облезет. Только сейчас обратила внимание на то, что, видите, фурнитура тут потемнела, да, а бисер какой был, такой и остался. Вот что значит качественный бисер. Так, смотрите. Еще хотела показать вам стеклярусы, которые также золотые и тоже 557-й. Но он, скорее всего, облезет. Поэтому в вышивке использовать, да, в каких-то браслетах, либо в упрошениях, которые предполагают, что вы их будете носить, думаю, нет. Вот так вот. Еще, что касается металликов из шарлотты. Это тоже тоха. Вот так вот. У меня есть три оттенка шарлота. У меня есть где-то еще один, но я чуть его сейчас не вытянула. И вот этот бисер, он очень качественный. На самом деле, хотя он тут без обозначений ПФ, вот видите, нигде нету этих обозначений. Это 89-й номер, это 221-й и 503-й. Вот этот вот 503-й я использовала вот тут. Смотрится очень красиво. И вот золотой облез, а этот остался. То есть, он настолько стойкий, что он, в принципе, не облазит. Поэтому на вот эти цвета тоже обращайте свое внимание. Этот зеленый просто божественно красивый, но я еще не поняла, куда мне его пристроить. Вот этот тоже просто невероятно медный, красивый. Ну и вот смотрите, вот медный и медный в чешской расцветке. Конечно же, этот выглядит более выигрышно. Вот, в общем-то, и все, что я вам хотела сегодня рассказать по поводу металликов. На этом буду с вами прощаться. Очень надеюсь, что этот выпуск был для вас понятен и полезен. Если у вас есть свое мнение или какие-то наблюдения за какими-то металликами, и я про них не указала в этом видео, буду рада услышать вас в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой канал и добавляться в наше сообщество в социальных сетях. Все полезные ссылки, как обычно, оставляю вам под этим видео. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!